Молодой руководитель Бобруйска Громаш стоит у руля промгиганта всего второй год. Но за это время Надежда Лазаревич зарекомендовала себя как крепкого хозяйственника. Благодаря её грамотному и профессиональному подходу, объёмы производства на предприятии за 2019-й выросли в два раза, а экспорт увеличился на 10%. Подросла и заработная плата сотрудников. Недаром она стала лауреатом премии руководитель года 2019 – элита национальной экономики. Награждение прошло в столице. В предварительном отборе приняли участие более 350 номинантов, лидер наиболее динамично развивающихся банков и предприятий – от лёгкой промышленности до машиностроения. Победителями стали 34 человека. Мы смогли добиться результата в части реализации техники как на территории Республики Беларусь. Мы увеличили объём реализации по Республике Беларусь в полтора раза, так и по экспорту в два раза. То есть у нас на складе, в котором мы производим продукцию, её почти нет. Надежда Анатольевна убеждена – для хорошего руководителя важно не бояться принимать решения и нести за них ответственность. У лидера промгиганта два высших образования – экономическое и юридическое. Перед тем, как возглавить холдинг, она работала в частной компании, которая производит гидравлику для мобильной техники. Этот опыт помог на новом месте выстроить эффективный маркетинг. Требования у участника немножечко, наверное, меньше в части делопроизводства, но больше в части живых цифр и результата. Поэтому, конечно же, основной результат – это прибыль и рентабельная продажа. И это меня учили и на предыдущем предприятии, и мы смогли воплотить это здесь, со своей командой. К слову, недавно Бобруйский промгигант и сербская агропромышленная компания заключили контракт на поставку сельхозтехники. Несмотря на то, что сотрудничество начато только в середине 2019-го, развивается оно весьма динамично. Для Сербии мы разработали новые виды продукции. Это бочка для внесения жидких органических удобрений. Она с меньшим объемом, трехкубовая. Была разработана специально для Сербии. Подписан контракт на полмиллиона евро, контракт на 2020 год. В 2020 год Надежда Лазаревич смотрит уверенно – избавлять темпы не собирается. Она ставит перед собой планку выйти на среднюю зарплату по предприятию в размере 1 тысячи рублей.